Здравствуйте. Очень рада, что меня подключили в эфир. Мои изменения это вообще колоссальные. Сейчас, минуточку, я немного соединяюсь. Пусть у меня супруг выйдет из комнаты, потому что он меня троллит всегда. Когда я чувствую медитацию и так далее, он меня не трогает, поддерживает, но любит. Вы знаете, я вообще, когда видела вашу фотографию в Инстаграме, меня вообще это не интересовало. Я пролистывала, думаю, опять какая-то реклама, наверное, мне это было непонятно. Видела, очень часто вы мне выходили, но я опять же даже не задумывалась о чём. И тут получается такой момент, что ситуация моя плачевная. Мы же все люди приходят к осознанию либо через знания, либо через трудности. Мне ставили миома матки. Я кровила ровно два месяца. Причём мои препараты не помогали. Не то, что мои назначения врачей не помогали. Я у кого только не консультировалась. Это были врачи Астаны, Алматы, Чингента, хирурги. Но в итоге все заключения были к одному — удаление органа. Я, наверное, ещё тот ходок по всяким марафонам, по тета-хилинг, мастер-кит, я не знаю, что ещё, сью-цай, ню-цай, нумерология. То есть я вот этот поиск, наверное, у меня занимал лет 15, можно говорить. Я очень долгое время была в жертве, в состоянии жертвы. Как всегда говорится, на каждую жертве найдётся свой тиран. То есть вроде бы я это всё в психологии изучала, там изучала, здесь изучала. Но мама с детства нам какие-то вот вещи говорила. Я говорю, ой, мам, опять вы про своё, да? А тут, когда я ваш эфир увидела, у меня вот это вот всё как нахлынуло. Я поняла, что это то, что я столько лет искала. То есть везде эти знания, которые там где-то что-то были размыты, это тот путь, наверное, который мне нужен был. И увидев вот этот прямой эфир, я прям, не знаю, никому ничего не сказав. Обычно я такая личность, которая всегда советуется с кем-то там. Десять раз я должна чьё-то одобрение получить. Я ночью всё, я решила, всё куплю. Какая-то сумма денег я вытащила с оборота, какую-то сумму денег я попросила у подруги. В общем, я понимала, что у меня сейчас поступит с оборота деньги, я буду закрывать постепенно. Бегу ночью, точнее, я заплатила 60 долларов, потом надо было проплату сделать, у меня было жёсткое сопротивление. Это уже позже, когда доступ открылся, я поняла, что это сопротивление. У меня три раза банкомат зажёвывал деньги. В три разные банкоматы, причём в разные дни. Это у меня так. Я думаю, ну, может, мне не судьба, наверное, Бог сам мне говорит. Нет, всё, у меня другого выхода нет, потому что я была с гемоглобином 37. Это на тот момент я уже прокапалась, у меня была сильная рвота, тошнота. То есть состояние моё было. Я понимала, что уже могу и не выкарабкаться, потому что, ну, по сути, я всегда борец, я всегда там на позитиве, надо вот, сейчас до конца дойду, сейчас до конца дойду. Тут мне уже сестра ругает, говорит, Дина, ты допрыгаешься, нельзя. И когда у меня утром я встаю и понимаю, что экран видимости у меня просто-напросто досудился, я ещё не понимаю, в чём дело, у меня рвота, руки моря, поднимая лицо, оно всё опухшее от жидкости. Ноги у меня были опухшие, вот я сама костлявая, да, у меня, наверное, видно косточки, но ноги были у меня, не знаю, как у очень-очень полного человека. Я была вся вот так вот надутая до такой жизни. То есть это уже сбой дали не почки, а сердечная система. Она циклично пошла одно за другое. На УЗИ у меня печень в нехорошем состоянии была, не считая все остальные органы. Была жёсткая гипоксия органов. Лицо у меня, я была серая-серая, коричневая. Все, кто меня видел, мне говорили, ты коричневая, у тебя печень, ты коричневая. Но я-то понимаю, что это была обильная потеря крови. Мои тромбоциты были в 2,5 раза повышены и мне не могли назначить. То есть я пила какие-то противокровоостанавливающие препараты. Они мне помогали буквально на 2-3 часа максимум. Ну и то, то есть были менее-меньше кровопотери, и всё. И вот как вы сонароэфир проводили, я полностью его несколько раз прослушивала. И вот ситуация один в один. То есть это такая тонкая грань, где нельзя переступить ни туда, ни сюда. Хочешь что-то поправить одно, нельзя, получается, кровоостанавливающие. Хочешь поправить другое, получается, у меня на ногах вены, они вздулись, там были, знаете, вот как у бабушек бывает же, такие грозди. Она говорит, у вас, скорее всего, варикоз, и там может оторваться. Я вижу по ногам, вот так разговариваю с врачом, я вижу, я говорю, да, есть. Она говорит, ни в коем случае мы вам сейчас не можем назначить. Когда я пошла к врачам, всё, я говорю, я согласна на операцию, давайте, ладно. Я понимаю, что я не выкараблюсь. Они говорят, мы вас на столе потеряем, вам нельзя сейчас оперироваться. Во-первых, у вас не останавливается кровотечение, во-вторых, у вас гемоглобин низкий. И мне было тяжело просто дойти от такси до нашего подъезда. У меня было жидкое тахикардию. Вот в этом состоянии, когда я была в Астане, меня никто не видел, только видела сестрёнка. И мне надо было лететь на самолёте до Чингента. Я чувствую своё состояние, вот это вот. Всё равно думаю, нет, я долечу, всё будет нормально, всё хорошо. И тут меня рвота не останавливается. Мне хуже и хуже, хуже и хуже. В такой момент я уже все молитвы начала читать. И думаю, дочи напишу, скажу, кому я должна и сколько мне должны. Потому что по своему сердцу, то есть как оно работает, мне тяжело до чего-то дотянуться, мне тяжело встать, мне тяжело что-то сделать. А я должна была, получается, на самолёте. Это же давление. В аэропорту мне предлагали коляску, и меня не хотели пропускать на рейс. Я говорю, я всё понимаю, но я должна доехать. Если даже что-то и произойдёт, я должна выйти оттуда в любом случае. То есть я понимала, что я сама уже не выкарабкаюсь. Но до последнего, сколько мне, года три, наверное, мне говорили, нужна операция, нужна операция, нужна операция. Я как могла. Я была глухая, слепая. Я пыталась через нутроциологию, другие пыки и так далее. То есть все методы. Но, честно сказать, не всегда я их выполняла на 100%, было на 80%. Но в любом случае, таких результатов, как сейчас, вот сегодня я сделала УЗИ. Не то, что УЗИ, я прошла консультацию маммографа, она сразу сделала УЗИ. На грудях у меня ничего нет, хотя были аденоиды. В правой груди, они у меня стреляли, они были вот с такой размер, если это видно. Ну и сказать, что вокруг меня какие-то происходят волшебные образы, как у всех, волшебные моменты, это ничего не сказать. Недавно у меня на счету, буквально, вот я говорю, 120 деньгер осталось, я два дня ходила, думала, так, откуда деньги поступят, что-то надо делать. Раньше, если у меня была паника, да сейчас я спокойно, и мне девочки вечером пишут, говорят, давайте, ну, кассу сегодня проведем, не в другой день, а вот пораньше, так-то так, у меня вечером уже на карточке почти 180 тысяч. Ребенка утром, в 6 утра мне отправлять на самолет, он мне думает, о, слава богу, как хорошо, как все это работает. Причем я у вас на курсе, можно сказать, двоечница, ну, если вот в отличие от всех остальных, как они делают, и как я делаю, да, у меня нет слов благодарности. Еще один момент, моя мама, она такой человек, который никогда не зайдет на чужие границы, ни в коем случае, и если папа может ко мне прийти, там, чай попить, посидеть, пообщаться, мама нет, она не будет никогда нарушать наше спокойствие, утруждать нас и так далее. Но у них вот в последние годы жизни мамы с папой немножко были какие-то, как сказать, старческие, нет, не разлад, они друг друга любят, все вот это есть. Ну, вот, наверное, один другого не услышит. А нам стиметн ба, нам стиметн ба, и тьпэнн ба, нехмадн ба, всегда вот такие моменты, да, попадались. Где-то мама на папу жаловалась, я тоже, например, не идеальна была, я с этой программой, я действительно на 180 градусов меняюсь, поменялась и меняюсь, и вокруг меня столько вещей происходит, если я сейчас не могу вспомнить, но они бесконечны. А кровь остановилась? Вот именно, кровь остановилась. У меня были сильнейшие схватки, это было 9 мая, нет, 9 апреля, и с меня сгустки вытекали вот так вот кулаками прям, как будто какое-то отторжение идет, ну, то есть, это у меня и раньше было, и мне мой гинеколог, уже после моих сообщений, она пишет мне, говорит, срочно отменяйте противозачаточные, потому что, ну, они мне давали самые сильные, которые подавляют какие-либо кровотечения, на меня это не действовало, но я думаю, скорее всего, за счет курса они перестали действовать, то есть, кровотечения прекратились, я была, ходила в детских памперсах, были ночи, когда я была во взрослых памперсах, и сейчас я сделала УЗИ матки недавно, полипы все ушли, сказали, миома, которая каждый раз росла на 0,5 сантиметров, сейчас она уменьшилась на 0,5, то есть, ну, сантиметр, можно сказать, я понимаю сейчас, вот, какая меня работа ждет, и я прям с предвкушением таким, с каждым разом думаю, вот, вот, вот сейчас я, то есть, я уже внутри психологически понимаю, что я абсолютно здоровая, мне просто нужно побольше времени, чем другим остальным, на 1 марта, когда у вас был эфир, как раз девочки задавали вопрос в переписке, а можно ли смотреть вместе с мамой, там, заниматься, и вы сказали, что энергетически это будет неправильно, если вы дадите информацию, или там, доступ откроете, если вы живете под одной крышей, то тогда можно. Я еще подумала, думаю, блин, вот бы маму тоже подтянуть, она, она же у нас, думаю, ну, как бы, она уже немножко в этой теме, ей очень интересно, ей это очень по духу близко, но ей нужно и для здоровья тоже. Я так подумала, и думаю, ну, туда у меня муж на 2 месяца точно не отпустит, хотя мы живем в одном городе, и ездить, я туда замучаюсь, каждый день думаю, ездить, показывать маме, как это сделать. Мама ко мне ни за что не приедет, это такой человек, который не будет нарушать наше спокойствие, который никогда не зайдет на границу, ну, то есть, она ни под каким предлогом лишний раз это не сделает, да, для своего удобства. И тут так получается, она ближе к 20 марту, она заболела, ходить не может, наступать не может. Я думаю, ну, мы там с сестрами по очереди смотрели, я вот эти вот начала, 22 марта, вот эти дни, я там 23-е как раз моталась к маме поеду, там у них кушать сварьи приготовлю, накормлю, потом дома приеду здесь кушать сварьи, что у меня эти уроки, я начинаю нервничать, я начинаю переживать, почему так, то есть, в итоге я маму привезла сюда, еще я маме предложила, они с папой так легко согласились, мама говорит, ладно, хорошо, я поеду, у меня вот такие шары, как так, как она согласилась. Мама тоже пришла курс, да? Да, мама начала проходить, сейчас она ходит, иногда у нее бывает с переменным успехом, но она делает медитации, ей тоже это заходит, она тоже благодарит вас, я знаю, она мне говорит, делай медитации, делай, их с папой все равно, ну вот взаимоотношения тоже, то есть, раньше у папы больше было придирок, в том плане, ну, бытовые какие-то моменты, просто у нас папа, он молниеносный, он сказал, и сейчас нужно, чтобы было сделано, а человеку 72 года, он еще где-то, ну, мама не слышит, а, а, и то есть, вот какие-то такие мелочи, да, немножко были где-то местами, наверное, как дети, но я сама тоже под жесткий прессинг, маму пустила, и себя пустила, и я отказалась от курса, у меня было такое сопротивление, я думаю, господи, да я столько заплатила, как так, я сейчас не успеваю с этим курсом, мама болеет, у меня такое сопротивление было, это не передать словами, я девочкам там объясняю ситуацию, пишу, хотя я понимаю, что это неправильно, они меня отключают от курса, и мне как кислород, что-то не хватает, я понимаю, что у меня нету, как будто, моей второй половины, руки, ноги, я как раз рассказала маме, я говорю, вот я покупала курс, просто я никому не говорила, я хотела и результаты увидеть, но и все равно было мнение, что меня начнут осуждать, опять ты пошла на какой-то марафон, хотя я себе давала слов, ну не марафон, а на какую-то программу, да, куда ты опять пошла, и увидела как раз я эфир с врачом, по-моему, Махаббат, да, Махаббат, и она говорит, вы знаете, по счастливой случайности мои родители задержались на две недели у меня дома, и так получилось, мы с мамой начали проходить, я понимаю, что я первого марта загадала, ну точнее не загадала, у меня было сильное желание с мамой, я думаю, ну вот же, господи, мама рядом, программа здесь, то есть ментально я свободна, я получается под одной крышей с мамой, я могу проходить, и я маме все показала, программу, как, что работает, через компьютер, я попросила девочек добавить меня, обратно включить, и вы знаете, большое спасибо кураторам, никто словом мне, как бы, в упрек не поставил, ну что вы здесь в ромашку играете, да, настолько людей, нет, меня спокойно все подключили, я так благодарна вообще, столько эмоций, столько слов, даже я сейчас, наверное, не смогу вспомнить, но у меня все вот так вот легко проходит, сын сдал КТЛ первый экзамен, у него послезавтра будет второй, дочка получила по республиканскому какому-то предмету, я не знаю, она, в общем, Екончадарежье второе место получила, потом у нее конкурс по модельному, там тоже третье место, то есть таких мелочей очень много, так вот,